Вчера, 24 июня, в Горловке, в рамках Всемирного дня борьбы с наркоманией, состоялся брифинг врачей-наркологов. Проблема наркогенных заболеваний, к сожалению, не теряет своей актуальности и на сегодняшний день. Если говорить о распространении наркомании в Украине, то точных данных о количестве, состоящих на учете, к сожалению, нет. Эти цифры колеблются в пределах от 1,5 миллионов до 20 миллионов. Хотя и они, так сказать, подвергаются сомнению. Проблема состоит в том, что 70% лиц, страдающих наркоманией, являются лицами до 25 лет. Это молодой генофонд любой республики. Поэтому вот такая огромная проблема в сохранении этого генофонда. Я думаю, что не надо быть медиком, не надо быть, скажем, врачом для того, чтобы понять, если генофонд страдает таким серьезным заболеванием, то будущее любой республики будет под огромным вопросом. Если говорить о распространенности наркомании в нашей республике и в Горловке, то распространенность практически за 2013-2015 год, она осталась как бы на одном уровне. Если говорить о ДНР, в 2014 год 24,6%, в 2015 год 24,3% – это данные на 10 тысяч населения. Теперь по Горловке тоже на 10 тысяч населения. В 2014 год 28,1% и в 2015 году 28,4%. То есть практически цифры особо не меняются. Заболеваемость на 10 тысяч населения в республике в 2014 году 1,1% и в 2015 году 0,3%. В Горловке на 10 тысяч населения в 2014 году 0,9% и в 2015 году 0,1%. То есть тут явная тенденция к снижению. Почему вопросы наркомании вот такие актуальны? Я уже говорила, что лучшие, лучшие до 25 лет – это молодые люди, которые должны строить будущую республику. И вдруг такое серьезное заболевание. Сегодня в Горловке прошел День молодежи. Праздничные мероприятия были проведены по всему городу. Центром празднования стала площадь революции 1905 года. В это же время на стадионе «Шахтер» прошли дружественные встречи футбольных команд Горловки. Также на 245-м квартале состоялись соревнования по пляжному волейболу. Сегодня в городе Моспино состоялась одна четвертая чемпионата ДНР по футболу между командами «Моспино Уор» Донецк и «Химик» Горловка. «Химик» вышел в полуфинал, закончив матч со счетом 2-0. Голы забили Владислав Горненко и Сергей Белоногий. Хочется выразить огромную благодарность болельщикам, поддержавшим нашу любимую команду. Будьте в курсе последних новостей Горловки и подписывайтесь на наш канал «Горловка сегодня». Мы подняли наш關.